Проблему благоустройства городских территорий будут решать комплексно. О дальнейшей реализации столь нашумевшего проекта «Наш двор» говорят сами саратовцы. Они собрались вместе, чтобы обсудить на перспективу все нюансы большого ремонта. В сходе жителей областного центра принял участие и Вячеслав Володин. Все подробности в репортаже Екатерина Заграничной. В одних дворах уже завершают ремонтные работы, в других только начинают. Но большинство жильцов в ожидании, что и их придомовая территория не останется без внимания. Пусть не в этом году, а в следующем. Готовы рассказать о своих проблемах, потому и собрались на сход жителей города Саратова. Ну, конечно, как и любого жителя города Саратова, меня также волнует и благоустройство города, и то, как город будет развиваться, и, конечно же, кто и как поможет городу. Сюда я пришла, потому что услышали о проекте. И, в первую очередь, наш двор, и зарегистрировались, написали свои пожелания, потому что у нас очень много проблем во дворе. Меня, например, волнует проблема детских площадок. Так как я многодетная мать, у меня трое детей, и младшему ребенку три года, конечно, я пришла со своим вопросом. И все вопросы актуальны и волнуют не только тех, кто их задает, но и многих других жителей города. Чтобы комплексно решать проблему благоустройства, причем как во дворах, так и в парках и скверах, и был задуман проект «Наш двор», говорит Вячеслав Володин. Какой двор, такой город. Как вы понимаете, если у нас во дворе порядка нет, значит, и в городе порядка нет. Да, это проект сложный. А потому реализовать его планируют в течение трех лет. Уже дано поручение губернатору и главе администрации Саратова составить реестр всех дворов города и подробный паспорт по каждой придомовой территории, где и что нужно сделать. А жители Вячеслав Володин просят не оставаться безучастными и подключиться к реализации проекта. Когда люди, как заказчики этих работ, участвуют, к примеру, при формировании проектных предложений по своему двору, они больше и профессионально, и грамотно помогут нам, чем любой проектант. Почему? Потому что они там живут и понимают, вот здесь лучше поставить детскую площадку, вот здесь стоянка, вот здесь спортивная площадка. Волнуют жителей и вовсе масштабные проблемы. Так Лариса Воротынцева обеспокоена тем, что у Саратовского лицея номер один до сих пор нет спортзала, построить который планировалось на месте аварийного дома, в котором она живет. Вот и просит поскорее расселить всех жильцов, снести ветхие постройки и возвести так необходимый спортивный зал. Вячеслав Володин отвечает, постарается совместно с региональной и муниципальной властью найти решение этого вопроса. Я бы не пришла, если бы не знала, что мой вопрос будет решен. В ближайшее время, так как я видела реакцию человека, то есть, в принципе, я верю его словам и знаю, что в ближайшее время, я думаю, он все силы, в принципе, меня сейчас и встречали здесь тоже люди, он не останется неуслышанным этот вопрос, и он реально будет реализован. Решение многих вопросов можно найти лишь в тесном взаимодействии с самими жителями, замечает Вячеслав Володин. Чтобы все проекты удалось реализовать максимально эффективно, нужна обратная связь. Ее саратовцы пообещали обеспечить. Я уже убедился в том, что Вячеслав Викторович Володин берется за что, он уже, в принципе, обводится все до конца. Поэтому я видел, которые в заводском районе, в Ленинском районе, где были ужасные запущенные, во что они сейчас превратились. И, конечно, я верю, что и мой двор станет таким же благоустроенным. Конечно, уверенность есть, но и вообще надежда умирает всегда последней. Во всем мы надеемся и верим в него, что все-таки то, что он задумал, все решится. Потому что мы видим, что это не просто на словах, а на деле. Мы видим дела его. Екатерина Заграничная, Олег Бирюков, Саратов, 24.